Под зерно подставили тендеры. Под зерно подставили тендеры. Египет возобновил госзакупки российской пшеницы газеты «Коммерсант номер 3» от 11 января 2019 года. СТР-7 после провала на тендере в конце 2018 года экспортеры выиграли право поставки 415 тысяч тонн российской пшеницы стоимостью более 100 миллионов долларов для египетской газкомпании «ГАСК». Готовность отгрузить такой значительный объем может говорить о сохранении существенного экспортного потенциала России, но доходности трейдеров грозит рост внутренних цен на зерно. Египетская газкомпания «ГАСК» подвела итоги первых в 2019 году проведенных одновременно двух тендеров на поставку 415 тысяч тонн пшеницы. Все семь партий поставят экспортеры российского зерна, сообщил в четверг Савыкон. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, для «ГАСК» это крупнейшая единовременная закупка российской пшеницы с 18 сентября 2018 года. Пять партий на 295 тысяч тонн будут поставлены 20-28 февраля 2019 года по знак доллара 248-250 за тонну ФОП. Еще два груза объемом 120 тысяч тонн должны быть отгружены 1-10 марта цены знак доллара 250-250,5 за тонну ФОП. Таким образом, общую стоимость поставок по двум тендерам можно оценить до 105,8 миллиона долларов 70% импортируемого Египтом зерна обеспечивают поставки из России основную долю 120 тысяч тонн пшеницы поставит трейдер КТЭКАС, связанный с крупнейшим российским экспортером зерна ТД РИФ. В РИФе в четверг не смогли предоставить оперативный комментарий. ГАСК. Также предлагалась пшеница из США, знак доллара 239-249 за тонну, Франции, 251 доллар 93 цента за тонну, Украины, 253 доллара 75 центов за тонну и Румынии, знак доллара 252,99, 259,99 за тонну. Как указывает руководитель аналитического центра Русагротранса Игорь Павинский, несмотря на более низкие цены, американская и французская пшеница проиграла российской из-за высокой стоимости фрахта. На предыдущем тендере ГАСК, прошедшем 20 декабря 2018 года, экспортеры российской пшеницы не вошли в число победителей. По словам Игоря Павинского, доля российской пшеницы в закупках ГАСК. Постепенно сокращалась примерно с конца октября 2018 года, в том числе в пользу зерна из США, Украины и Румынии. Январские тендеры показали, что тенденцию удалось переломить, констатирует он. Как отмечает Дмитрий Рылько, в этот раз для победы трейдерам было достаточно несколько снизить цены предложения. Так, 20 декабря две партии российской пшеницы предлагались по 249 долларов 95 центов и 255 долларов за тонну. При этом, продолжает господин Рылько, средние цены на тендерах ГАСК продолжают медленно укрепляться. В прошлый раз египетская госкомпания купила по 60 тысяч тонн украинской и румынской пшеницы за знак доллара 246,4 и 248 долларов 75 центов за тонну соответственно. Экспортные цены на пшеницу достигли максимума за 4 года, как считает господин Павинский. Готовность экспортеров поставить в конце февраля-начале марта 415 тысяч тонн, когда до конца сезона останется три месяца, может означать сохранение существенного экспортного потенциала по пшенице. Последние данные Ростата показали, что урожай 2018 года будет больше, чем ожидалось ранее. Кроме того, на старте сезона были большие переходящие запасы, отмечает эксперт. По данным Ростата, в 2018 году в России было собрано 112,9 миллиона тонн зерна. Ранее Минсельхоз прогнозировал этот показатель на уровне 100-105 миллионов тонн. Экспорт зерна с начала сезона к 20 декабря достиг 26,8 миллиона тонн, до конца июня 2019 года отгрузки должны достичь 42 миллиона тонн, ожидает Минсельхоз. Тендеры показали, что экспортеры готовы активно продавать и торговаться, отмечает директор Савэкона Андрей Сизов. При этом, полагает он, трюйдеры могут слишком оптимистично оценивать перспективы предложения пшеницы на российском рынке в ближайшие месяцы. Если зерна окажется меньше, а внутренние цены на него выше, то эти контракты будут не так выгодны для экспортеров, предупреждает эксперт. При этом Игорь Павенский считает, что первые тендеры ГАСК в 2019 году поддержат рыночные экспортные цены на российскую пшеницу при продажах в другие страны в ближайшее время. По данным Савэкона, средние экспортные цены на российскую пшеницу, 12,5% протеина, на четверг были на уровне около 238 долларов за тонну ФОП. Анатолий Костырев.